Мы изучили с вами первую восьмерку, то есть три ее части, три ее составляющие, кисть, локоть и плечо. Теперь перейдем к изучению второй восьмерки. Мы первую восьмерку делали перед собой, а вторую восьмерку мы будем делать, естественно, правой рукой в правую сторону, левой рукой в левую сторону. Но при этом корпус у нас остается так же, как и при первой восьмерке. Первое кольцо у нас идет сзади нас, второе кольцо впереди нас. Раз, два, три, четыре, пять. И то же самое отнести к локтю и к плечу. И в обратную сторону. Раз, два, три, четыре, пять. И то же самое кисть, локоть и плечо. Итак, дамы и господа, мы с вами изучили переднюю восьмерку, изучили боковую восьмерку. Теперь мы будем с вами изучать нижнюю восьмерку. И маленько ее сложновато будем изучать вам, но я думаю, вы справились. Я в этом уверен. Первое кольцо мы делаем перед собой. Вот таким образом. Раз, кольцо сделали. И после этого мы шашку заводим назад. Два. Думаю, мы разберемся. Раз, кольцо. Два кольца. Здесь не нужно уже центрировать на... Так, в первых двух кольцах. Ой, восьмерках. Кисть, локоть, если что, здесь. Просто мы делаем раз кольцо, два кольца. Раз кольцо, два кольца. Раз кольцо, два кольца. Это три раза. Четыре и пять. Не забываем, что лезвие идет впереди движения. Сначала мы лезвие, потом уже само движение. Как бы, потом идет шашка. Если кому-то трудно, то представьте себе, что вот у нас кисть. Вот эта часть кисти – это лезвие. Выворачиваем сначала. Не видно, наверное, будет. Вот так. То есть, ладошкой от себя положим. И после этого... Я не знаю, как объяснить, но я думаю, мы справимся. Ничего сложного в том, в принципе, нет. Еще нужно при этом, при этой восьмерке, нужно маленько помогать корпусу. Потому что, как вам сказать, шашка, она весит почти килограмм. Если долго ей планкировать, руки устают. И поэтому мы, как бы, стараемся затрачивать наименьшее количество своей энергии при помощи движения корпуса. Оно будет и легче, и на дольше у вас хватит сил, так скажем. И руки меньше забьются.